Друзья, всем привет! Меня зовут Ира, я профессиональный визажист и здесь я снимаю полезные уроки по макияжу и рассказываю вам о косметике. Сегодня я хочу рассказать про топ-10 ошибок в макияже, которые совершают по моим наблюдениям многие девушки и женщины. И если вы исправите эти ошибки в своем макияже, не будете их допускать, поверьте мне, ваш макияж преобразится в лучшую сторону и ваше лицо от этого станет еще прекраснее. Поэтому давайте начнем. Давайте начнем с самой важной, самой избитой и, к сожалению, до сих пор к самой распространенной. Не увлажнять кожу перед тем, как на нее нанести косметику. Любую косметику. PB крем, тональный крем, какие-то кремовые продукты для коррекции лица. Вы в любом случае перед макияжем должны увлажнить лицо. У вас должен быть продукт, который смягчит вашу кожу, напитает ее поверхностно. Понятное дело, что кремы не проникают очень глубоко в кожу и не могут за одно нанесение решить все наши проблемы. Но поверьте мне, декоративная косметика, которая выполняет функцию декора, смотрится гораздо лучше на увлажненном лице. И здесь, конечно же, сложно сказать вот в таком видео, купи этот крем, а ты купи этот крем. Невозможно так сделать. Я вот в очередной раз лишь только могла бы обратить ваше внимание на очень универсальный крем бренда P.E.Z. Это вообще крем-база. Этот крем задуман как увлажняющее средство, но со свойствами базы, то есть его можно отлично наносить под макияж. Крем имеет приятную нейтральную отдушку, не слишком навязчивый, у него хорошая консистенция, легкая, кремогелевая. И он будет хорошо распределяться, впитываться на любом типе. Он заявлен для любого типа, поэтому если у вас нет своих фаворитов, и вы только начинаете, и вы понимаете, что ваш макияж страдает из-за того, что вы не увлажняете должным образом лицо, у вас нет качественного какого-то средства, обратите внимание, пожалуйста, на этот крем, я думаю, что он вам понравится. Но увлажняться должны все. Все, запомнили, мы этот шаг никогда не пропускаем. Неважно, сколько вам лет. Если вы делаете макияж, вы должны увлажнить кожу. Все, пожалуйста, все увлажняемся, и чем старше мы становимся, тем больше внимания мы этому уделяем. Следующая ошибка, вторая, от которой меня просто коробят как визажиста, это грязные кисти. Грязные кисти и спонж. Когда я это вижу, а я это часто, к сожалению, вижу, мне хочется пролезть через экран к человеку, пойти все вот так вот намыть, знаете, как мамочка такая, которая в гости приехала к сыну. 30 лет, которая ни за собой не следит, холостяк, и вот она начинает ему все драить. Особенно странно, когда это делают звезды, какие-то очень популярные лица, когда заходишь в социальные сети к звездам, которые рассказывают свои какие-нибудь бьюти-секреты, и вот она достает этот грязный спонж и начинает что-то там делать на своем лице. И ты такой... В общем, да, никаких грязных спонжей, никаких грязных кистей не должно быть. Но здесь давайте сделаем ремарку. Что такое грязные кисти? Это не значит, что вы после каждого использования должны бегать и обязательно надраивать с хозяйственным мылом ваши кисти. Абсолютно нет. Если это ваши личные кисти, а это должны быть ваши личные кисти, никому не давайте свои кисти краситься, потому что это все-таки вопрос гигиены. И у нас у всех немножко разный, так скажем, набор бактерий. И то, что хорошо на одном человеке, на другом может что-то вызвать. Поэтому свои кисти никому не передавайте. Это ваши личные кисти. И кисти мы моем один раз в неделю именно те, которые работают с сухими продуктами. То есть это тени, это румяна, пудры, какие-то сухие бронзеры, скульпторы, хайлайтеры. То есть все, что сухое, сухая косметика, позволительно допустимо мыть один раз в неделю. При условии даже ежедневного использования. Если мы говорим про кремовые продукты, в частности спонж, которым мы наносим тональный крем, BB крем, консилеры, например. Или у вас есть кисть, которой вы наносите тональный крем. Или вы кистями наносите консилер. Любые кремовые продукты, кремовые румяна, кремовые бронзеры. Такие кисти нужно мыть после каждого использования. Как я уже сказала, это важно в целях гигиены. Я знаю кучу историй, потому что мне каждый день приходит много разных сообщений. Знаю много историй, когда человек поборолся с воспалениями, характер которых он не понимал, только начав следить за своими инструментами. И конечно качество макияжа с чистыми кистями возрастает. Потому что когда кисть чистая, не слишком грязная, она лучше себя ведет. То есть свойства ворса раскрываются правильнее. И смотрите, что я тут достала в этой теме про грязные кисти. Есть такие очищающие салфетки для кистей. В данном случае у меня салфетки бренда Mishy VDIF. Их можно заказать на маркетплейсах. Это салфетки, которые обладают функциями экспресс очистки. То есть вы взяли, в экспресс формате почистили кисточку, она стала чистой, косметика с нее удалилась. И при этом кисть не будет мокрой. То есть состав практически мгновенно высыхает. И вы с помощью такой салфетки очищаете кисть. Она уже готова к следующему использованию. Она чистая, продезинфицированная и все. Важно отметить, что данные салфетки не отменяют классическую помывку с мылом, с шампунем, с какой-нибудь щеточкой, с круговыми движениями, с водичкой. Но это хороший способ дополнительной гигиены или гигиены в экспресс формате, когда у вас нет времени. Но вам нужно сделать чистые кисти. Чистые, безопасные кисти. Либо если у вас пунктик, как у меня на чистоте, вы можете после каждого макияжа, вот я так делаю, после каждого макияжа я всегда все равно прохожу с салфеткой. То есть, да, я раз в неделю мою свои личные кисти, но я все равно еще после каждого мейкапа, прежде чем положить в чехол свои кисти, я по салфетке прохожусь, очищаю поверхностно внутри все это и убираю их чистые до следующего макияжа. Следующая ошибка в использовании косметики, это использовать тональный крем так, как будто бы он должен скрыть все-все-все на вашем лице. Дело в том, что основная функция тонального крема это сделать более ровный, более однородный тон. Если на коже есть какие-то нюансы, уже более серьезные, например, синяки под глазами ярко выраженные, может быть пигментация, то есть серо-коричневые или коричневатые пятна, или может быть это что-то с красным подтоном, воспаление, красные прыщи, сосудистая сетка активная, выраженная, то, конечно, тональный крем приходится часто наносить гораздо плотнее, в несколько слоев бывает, для того, чтобы реально что-то скрыть и выровнять. Кожа начинает смотреться не очень приятно, не очень ухоженно, и все, что было, все начинает наоборот подчеркиваться. Что делать, когда скрыть все-таки надо, но хочется остаться более естественной? Вот здесь на помощь приходят дополнительные корректирующие продукты. Первый продукт, который наверняка вам уже знаком, это консилер. Мы с вами очень часто используем светоотражающие консилеры для зоны вокруг глаз, чтобы скрыть синячки под глазами. Если вы с этим продуктом еще не знакомы, я рекомендую посмотреть мои видео на канале, потому что здесь столько полезной информации, сколько порой на платных курсах даже не дают. А все это абсолютно бесплатно для вас. И, конечно же, можно использовать также консилеры для лица. Но для лица, если вы скрываете прыщи, воспаления, какие-то сосудистые сетки, ну, любые какие-то нюансы кожи, я советую покупать уже не светоотражающие консилеры, а купить консилер в цвет кожи с матовым финишем. Либо это может быть вот такое средство, как корректор. Корректоры, кстати, очень распространены в корейском сегменте. Вот мне, например, сильно нравится корректор бренда The Saem. Там он называется так. У него тройная палитра. Более персиковый. Его можно наносить на сильно выраженные круги под глазами, синяки под глазами до тонального крема и до классического консилера. То есть вы можете комбинировать сначала вот такой персиковый и с оранжевым понтоном наносить на синяки. И потом наносить свой обычный консилер или тональный крем. Далее здесь есть более бежевый классический для того, чтобы как раз-таки корректировать какие-то нюансы кожи, когда вам нужно на лице убрать что-то, что дает цвет и превратить это в телесный оттенок. И вот данный консилер, данный корректор точнее здесь хорошо подходит. Зеленый корректор, который заявлен вот у этого бренда как такой корректор для акне. Это и есть действительно, то есть все, что с зеленым цветом, оно хорошо маскирует красные воспаления, высыпания, прыщи. И вы можете попробовать его использовать до тонального крема. То есть сначала вы корректируете цвет ваших воспалений, вот эту красноту прям активно убираете, а потом уже наносите тональный крем. И это выглядит гораздо более естественно, потому что корректоры, они плотнее, они лучше скрывают, они более пигментированные, в них цвета для перекрытия больше. И поэтому даже тонкий слой такого продукта с проблемой справляется лучше, чем классический тональный крем, который был придуман для выравнивания общего тона лица, а не работы с какой-то конкретной узкой точечной проблемой. То есть знаете, вот есть врач-терапевт, он вроде бы все охватывает, но когда у вас какая-то серьезная проблема, например, желудочно-кишечного тракта, он отправляет вас к гастроэнтерологу. Я не знаю, почему я сейчас привела это в пример, но надеюсь, вот теперь точно понятно, зачем нужны вот эти дополнительные продукты. Потому что часто меня спрашивают, есть тон, зачем мне еще какой-то корректор, неужели это просто маркетинг. Нет, вот если у вас есть конкретная узкая проблема, то такой продукт для вас становится актуальным, как доктор, который занимается конкретно вашей проблемой. Давайте поговорим про следующую ошибку в использовании косметики, а именно слишком интенсивное обильное припудривание, когда вы часто много жирно припудриваетесь в течение дня. Эта ошибка приводит не только к тому, что лицо смотрится неэстетично, опять появляется этот жирный слой, слой маска, но это приводит к последствиям на коже. Во-первых, кожа может со временем становиться более обезвоженной, потому что когда вы слишком много припудриваетесь, вы обезвоживаете кожу, то есть кожа начинает подсыхать. Если мы говорим также про негативные последствия пудры в обильном количестве, то это могут быть забитые поры или воспаления, потому что когда вы, например, вы утром припудрились, все вроде бы хорошо, потом у вас начинает вырабатываться себум, и вы в течение дня кучу раз еще на себя наносите пудру. Наносите пудру, припудриваетесь, и вот это все, что кожа выделяла, вы забиваете обратно косметикой, декоративной косметикой. Для кожи это нехорошо. Что я рекомендую делать, чтобы этого избежать? Во-первых, припудриваемся один или максимум два раза в день, это максимум, и всегда, если вы знаете, что у вас кожа жирная, лоснится, блестит, всегда с собой берем матирующие салфетки. Вот такие салфеточки у меня бренда Монли Про, наш российский бренд, но можно купить абсолютно любые. Честно сказать, я не вижу прям сильно большой разницы между ними, у меня даже какие-то супер дорогие были от Шесейда, я поняла, что я бессмысленно потратила деньги. В общем, берете любые матирующие салфетки, которые вам понравятся, они есть там с углем, с чайным деревом, чего только не придумала, и промакиваете те участки, прям вот смотрите поверх косметики, да, берете так вот в течение дня на работе, например, берете, и хорошенечко прям припечатываете, промакиваете, и вы увидите на своей салфетке, вот видно, да, вот этот жирный слой. У меня, кстати, еще не блестело, но уже было блеско к тому, чтобы заблестеть. В общем, везде вот так проходитесь, где у вас есть жирный блеск, лицо становится более матовым, при этом никакого лишнего слоя косметики не появляется. Следующая ошибка в использовании косметики, которую многие допускают неосознанно, это брать кисть, набирать продукт и сразу переносить на лицо. Что происходит? Зачастую, когда мы набираем продукт, если мы неосознанно это делаем, мы можем его набрать неравномерно, и он неравномерно перенесется на наше лицо. Если он неравномерно переносится на лицо, он уже изначально начинает неравномерно растушевываться, и где-то у вас может быть ярче, где-то более тускло, и где-то у вас могут быть пятна, где-то этих пятен нет, ну то есть, в общем, макияж такой получается а-ля леопард. Если вы будете набирать на кисть, а потом излишки снимать и одновременно втушевывать на кисть нужное количество продукта, то перенося это на лицо, у вас сразу будет создаваться профессиональный эффект. Следующая шестая ошибка будет касаться помад, неправильное использование помады днем. Днем зачастую у нас макияж должен выглядеть более естественно, более аккуратно, а-ля это я, только лучше. И вот в данном случае нанесение помады плотным, жирным, густым, замазывающим слоем сразу напрочь стирает естественность, придает уставший вид, делает ваше лицо старше, грубее, стервознее, и такие эффекты в повседневной носке для большинства нежелательны. Попробуйте наносить помады на губы не из упаковки, вот такими кистями, например, или сразу выкручивая из футляра и нанося на губы, попробуйте делать это кистью. Как это можно провернуть? Вы можете взять кисточку, сразу можете набрать вот так, или там у вас помада набираете с помады, излишки убираете, либо вы можете взять помаду, нанести сначала на свою руку, с руки набрать на кисть. Как вам удобно? Главное, чтобы вы наносили кистью, тогда у вас будет получаться более тонкий слой. Я называю этот эффект рекламный, то есть у вас губы будут как в рекламе, красивые, ухоженные, с помадой, но без ее излишнего присутствия. Это работает с абсолютно любой помадой, как с жидкой, так и более кремовой классической. Также, если вы хотите добиться максимально незаметного нанесения, вы можете прямо пальцем наносить свою помаду. Француженки так любят делать, а-ля французский макияж. Если вам такая эстетика минимализма близка, вы можете прямо пальчиком настукивать свою помаду и получать более незаметный, более тонкий, освежающий при этом слой помады на ваших губах. И смотрится это шикарно. Седьмая ошибка – это неправильное использование сухого хайлайтера. Я говорю именно сухого, потому что с кремовым все интуитивно довольно просто. Кремовый можно нанести легко как кистью, так и даже просто пальцами, когда вы вбиваете его на кожу. С сухим хайлайтером становится чуть сложнее. Многие неправильно наносят хайлайтер, потому что им кажется, что это те же румяные, можно, например, прихлопнуть, нанести вбивающим движением. И из-за этого эффект от хайлайтера получается смазанный. Он получается либо вообще неграмотный, просто какие-то блестки рассыпаны по лицу, либо его как будто бы не видно, либо он недостаточно дорого сияет, то есть просто блестит, а не подсвечивает кожу изнутри. Вот чтобы добиться красивого свечения, деликатного, роскошного, холеного, дорогого, я рекомендую вам попробовать следующий способ нанесения. Он является абсолютно работающим для любого хайлайтера, и для более бюджетного, и для более дорогого, как я сейчас, например, держу в руках двойную палетку бренда Charlotte Tilbury. Что вы делаете? Во-первых, вы его правильно набираете. Вы берете свою кисть и делаете проглаживающее движение достаточно в одну сторону, то есть, например, снизу вверх, снизу вверх. Вы набираете его на кисть, затем вы излишки, посмотрите, промакиваете, то есть вот так чуть-чуть снимаете лишнее, чтобы у вас не посыпалось это никуда на лице. А потом берете свою зону, то есть, например, я делаю на выступ, и начинаете в этой зоне делать поглаживающее движение. Именно поглаживающее, то есть вы как будто бы ласкаете свою кожу. Любой хайлайтер таким способом нанесения можно заставить мерцать красиво. Вот именно подсвечивать галактически, космически изнутри вашу кожу, видите, вглаживать его в свое лицо. Вот именно так это работает, а не прихлопывать или куда-то там тянуть его. Вот именно поглаживающим движением, тогда он начинает просто изнутри искриться, сиять, и при этом это смотрится хорошо, то есть нет вот этих четких точек, каких-то блесточек, очень классно смотрится. Следующая ошибка, которая может вас подстерегать на пути к классному макияжу, это игнорировать контурный карандаш для губ. Миллион раз говорил о том, что помада с карандашом смотрится намного более выигрышно, нежели просто помада на ваших губах. Карандаш может позволить скорректировать форму, позволит скорректировать асимметрию губ, если она у вас есть, позволит вам прибавить пухлости губам. С возрастом губы начинают постепенно как будто бы уменьшаться, зачастую это нереальное уменьшение, а контур у нас губ становится более размытым, более нечетким, более тусклым, даже оттенок губ становится более тусклым. И все это в общей картинке заставляет нас задуматься о том, что кажется губы стали меньше, хотя это не так. Вот если вы возьмете контурный карандаш и просто так скажем поставите на место свои губы, вы увидите, что любая помада, которую вы использовали ранее, заиграет новыми красками. И я не буду советовать вам сразу же бежать покупать карандаши под каждую помаду, которая у вас есть, так делать не надо. Для начала можно будет купить только один. Универсальный карандаш для большинства под любые помады, будь то более розовые, более персиковые, более холодные, более теплые, это нейтральный бежево-коричневый карандаш, который не уходит слишком в рыжий, то есть не рыжий-коричневый, и при этом он не уходит в слишком холодный. Нейтральный бежево-коричневый цвет отлично сочетается с большинством продуктов, которые есть на рынке. Я такой карандаш нашла бренде в Charlotte Tilbury, очень классный карандаш, его аналог, вот прям реально очень похож, это NYX в оттенке нюд-беж. NYX в оттенке нюд-беж появился даже раньше, чем Charlotte Tilbury Iconic Nude, но, по-моему, NYX его вывели из ассортимента, я его нигде не встречала в последнее время, поэтому я нашла еще один бюджетный аналог, это SHU в номере 52. Сначала делаем это, а потом можно уже переходить на следующий уровень, можно покупать себе разные карандаши под разные группы помад, то есть, например, более розовый потон карандаша под группу более розовых помад, для более коричневых коричневые, для более бежевых бежевые, ну и так далее. С этим можно бесконечно экспериментировать, но хотя бы один у вас точно должен быть. Предпоследняя девятая ошибка в использовании косметики касается кремовых продуктов, в частности, кремовых скульпторов и кремовых бронзеров, потому что с ними эта ошибка происходит чаще всего, это выдавливать или наносить кремовый скульптор-бронзер сразу на лицо. Когда вы выдавливаете точки на лицо или когда вы делаете полоски, да, это вроде бы кажется быстрее, но если у вас мало опыта, если вы только начинаете свой путь в макияже, или может быть вы не только начинаете, но вы еще понимаете, что вы не очень уверены в плане растушевки продукта, то может произойти на вашем лице авария, катастрофа, которую потом придется исправлять, или даже, возможно, придется начинать макияж заново, и в итоге времени вы потратите больше. Я рекомендую не повторять за кем-то, и даже за мной в уроках, когда я беру и вот так наношу, я рекомендую сначала переносить на свою руку. Или, если вы не хотите пачкать руку, вы можете наносить на палитру, вы можете купить специальную палитру для косметики. Именно с руки вы можете проконтролировать равномерность нанесения, потому что, когда вы здесь это делаете, вы где-то можете капельку выдавить пожирнее, где-то поменьше, и потом при растушевке у вас опять все пойдет пятнами, полосками, где-то будет плотнее, где-то будет легче. Если вы выдавите вот сюда, потом возьмете, например, слегка подрастушуете, вот так на руке, или вот, допустим, у меня продукт, да, я вот растушую, а потом возьму кисть, наберу равномерно со всех сторон на свою кисточку, прям вот забью в нее аккуратно везде. После этого равномерно окутанной кистью, ворс равномерно окутан продуктом, вы начинаете делать кремовую коррекцию. Виртуозность, прозрачность, чистота вашего макияжа вырастет в разы. И финальная десятая ошибка в использовании косметики, это использовать косметику, но не смывать ее, или смывать недолжным образом. Качественное очищение, когда вы краситесь, когда у вас есть косметика декоративная, это дополнительное средство сначала в вашем уходе для снятия макияжа. То есть не гель или пенка, а сначала вы берете, например, мицеллярную воду, или гидрофильное масло, гидрофильный бальзам, гидрофильный щербет, вот что вы любите, любой продукт, но именно для снятия макияжа. А потом уже вы берете гель или пенку и умываетесь. Это очень важный шаг, если вы хотите здоровую кожу, и при этом вы хотите комфортно пользоваться косметикой, и делать себе красивый макияж. Вот так я собрала 10 распространенных ошибок, которые мы совершаем при использовании косметики. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Сегодня снова разыгрываем сертификат в магазин с косметикой «Золотое яблоко», сертификат на сумму 2000 рублей. Его можно будет потратить онлайн в приложении или в физическом магазине на кассе. Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно подписаться на мой канал, поставить пальчик вверх на это видео. Я надеюсь, что вы это сделали, что видео вам действительно было полезно. И напишите под этим видео в комментариях, любой комментарий по сегодняшней теме. Например, напишите, какую ошибку при использовании косметики совершали вы. Или, может быть, это было несколько ошибок. Какие ошибки у вас были? Расскажите, поделитесь своим опытом, что из сегодняшнего для вас было особенно актуально. А мы с вами встречаемся через неделю в моих следующих видео. Обязательно вступайте в мой телеграм-канал, потому что через неделю я подведу итоги конкурса именно там. Опубликую комментарий, который выиграет в этом видео. Мы с вами там общаемся. Делюсь также интересной и полезной информацией. Всем до скорой встречи. С вами была Ира. И пока-пока.